МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Православные волгоградцы отметили крещение Господне. Традиционно в этот праздник тысячи горожан окунулись в проруби. Одна из купелей была расположена в Ангарском пруду. Главным образом сюда стекались жители Держинского района Волгограда. Мне нравится, не первый раз здесь уже. Все организовано очень хорошо, спасатели, подход, очень удобный выход, в теплые палаты переодеваться, чай, кофе, шашлык, все хорошо. Согласно поверьям, ритуал омовения очищает от грехов и обеспечивает богатырским здоровьем на весь год. Как всегда, на месте купания дежурили спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Бодрит. Каждый год хожу за, в первую очередь, соприкосновение с Богом. Каждый день желательно с ним соприкасаться. Но если в таком массовом формате есть возможность, почему нет? Ну и плюс бодрость тела и духа. В целом настроение поднимается. Горожане сетовали на том, что в этом году погода не такая холодная, как обычно в Крещении. Однако, несомненно, что все остались под большим впечатлением о томовения. Добавим, что в праздник купели были расположены почти во всех районах Волгограда. Игорь Ичмев, Илья Китаев, телеканал «Волгоград-1». В последние дни в Волгограде значительно потеплело. Однако, с приходом тепла на улицах образовался гололед. И нельзя сказать, что коммунальные службы города оказались к нему готовы. Такой позиции придерживаются некоторые горожане. Хотя мнения на этот счет разделились. Мне кажется, руководство наше не занимается улицами. Потому что ходить невозможно в таком возрасте, как я, уже в престарелом. Ходить по буграм и вообще не посыпано нигде. Вообще, я не знаю, дворники у нас в городе есть или нет. У меня постоянно сын падает. Гололед не посыпает песком. То есть и во дворах, и на дорогах, везде. То есть это очень проблематично. Мы постоянно ходим с детьми гулять и видим, как и аварии, и люди падают. И то, что песком не посыпается, это вообще. Во дворах, конечно, ужасно. И ходить, ну, вы сами видите, вот даже здесь все правильно. Ну, так что... Хотелось бы, конечно, получше. Потому что, ну, я помоложе, а пожилой возраст – это же вообще просто. Вот сейчас у меня человек попросил, вот купить ему, вот несу. Потому что она не может выйти. Мне кажется, ничего нового этой зимой не случилось в таком Волгограде, чтобы в панику впадать. Это мое честное мнение. Моему папе 80 лет, вот-вот-вот, чтобы не сглазить. Мы утром отговаривали выйти гулять. Он сказал, вы не там гуляете. Я на центральной набережной, я гуляю, там все посыпано, почищено, сухо, и машины ездили. И мы, говорит, такие старые деды, ходим только там. Два раза поскользнулся, но ничего страшного. Обувь резиновая, настроение прекрасное, поэтому не упал, проблем не было. Гололед повсеместный. Я, к счастью, не подскальзывалась, но коллеги по работе очень часто падают. В самом центре плохо очень, почищенные улицы, на самом деле очень скользко. Лед сверху, вода, люди падают, пациенту тоже жалуются, что падают, поэтому ситуация не очень. Нормально для меня. Я вообще спортивная, хожу спокойно, нет проблемы вообще-то. Ну, это просто ходить мелкими шагами, осторожно и не бежать, и не споткнешься. Также жители Волгограда оценили работу коммунальных служб в этот непростой период. Я увидела, что очень много новых машинок появилось в этом году, и они даже как-то там, мужики, стояли, курили, что вот на другом топливе, на более экономичном. Я в этом не разбираюсь, но они довольны. Сами водители этих машинок. Нормально все, терпимо. Я считаю, что работают неплохо, но могли бы и лучше. У нас вот этот перепад температуры, погодных условий, резкая перемена. Тут даже как бы и не вина дорожных служб. Вы же сами знаете, что у нас бывает утром плюс, идет дождь, вернее, вечером, утром мороз и каток сплошной. Поэтому тут, в общем-то, особых претензий. Службы стараются. Я считаю, что коммунальная служба города, может быть, и работает, но полностью не справляется, даже в центре города. Не справляется, потому что я живу вот на Ангарском, у нас вообще не посыпано ничего. Кроме того, горожане перечислили улицы, где проблема с гололедом стоит наиболее остро. Бакинская у нас очень. У нас постоянно там аварии. Седьмая гвардейская, то есть пересечение, перекресток вот этот. Я вообще с тракторного, с Партановка. Вот у нас как бы там, да. У магазинов вообще просто нереально, невозможно. Вообще никто ничего не посыпает. Я живу на улице Елисеева. Вот там я прям падала, даже когда только началось. Один раз упала, еще посмеялась, говорю, первый пошел. Вот у нас на Наумово вот здесь вот улица вообще неухоженная. Улица ужасная. Там давно пора отремонтировать. И даже во дворах ситуация вот по Советской, я сама живу на Советской, ситуация не очень. В общем, во дворе тоже все во льду и не посыпано нигде, только возле каких-то частных заведений. Я двигаюсь в основном с Советской на Невскую на работу, поэтому вот на Невской такая же ситуация. В принципе, в центре здесь везде, как бы мало где посыпано. Полина Осипенко, Семигорская. Потом идет Полоненко, потому что там вообще с раздольной спуститься невозможно. Ну, практически все улицы. Как только начинается оттепель, а потом заморозки, у нас начинается беда. Неожиданно пришла зима. Верим, что ситуация на улицах города со временем улучшится. Игорь Ичмьев, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1». Волгоградские госавтоинспекторы продолжают активную работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Так, одна из таких акций прошла в Ворошиловском районе города, на пересечении улиц Ростовской и Череповецкой, где даже в дневное время транспортный поток достаточно интенсивный. На территории города Волгограда проводятся мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Водителям разъясняется правило перевозки детей в детских удерживающих устройствах, а также административная ответственность за данное правонарушение. Инспекторы останавливали автомобили, в салоне которых находились дети, и напоминали основные правила перевозки. По закону, дети до 12 лет должны находиться в специальных удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу ребенка, либо иных средствах, позволяющих пристегнуть ребенка ремнями безопасности. Водителям раздали памятки и еще раз напомнили быть бдительными на дороге и соблюдать все правила движения, особенно с малышом в салоне. Ксения Аколоскова при поддержке Пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области. Произведения художников-фронтовиков и наших современников. Масло и акварель, карандашные зарисовки и качественно новые художественные техники. В стенах Волгоградской областной научной библиотеки имени Горького открылась традиционная, уже седьмая по счету выставка. Патриотический проект, мы его посвящаем и 9 мая у нас проходит, а в данный момент 2 февраля, дню освобождения от фашистских войск в Сталинграде. Данная выставка характерна тем, и интересно, что мы собрали здесь работы и современных художников Мещеряковы, Садреевы, Петренко, Степанчук. Изюминка нашей коллекции – это известные волгоградцы, художники, участники войны. Художники-фронтовики изображали то, что видели своими глазами. Но у наших современников тема Великой Отечественной войны по-прежнему находит живой отклик в сердцах. Среди представленных работ особенно выделяется триптинг Галины Мещеряковой, выполненной в необычных материалах. В своей работе мастер пользовалась непривычными красками, а разными сортами чая, добившись хорошо уловимого оттенка старинных выцветших фотографий. На картинах художник запечатлел эпизоды из истории своей семьи. А в то время машинка «Зингер» была у бабушки на хуторе Перевальный, Минераловодский район. И они с моим братом несли эту машинку. Вот этот эпизод, который она мне рассказала, мне очень запомнился. Я попыталась его отобразить. И когда брат мой, 12 лет, увидел в небе немецкий самолет, вой немецкого самолета, он спрятался под эту машинку. Мама рыдала. Вот такой сюжет я попыталась изобразить. Портрет своего отца, портрет мамы, портрет брата. Семейная история легла в основу работы Оксаны Степанчук. Ее дед участвовал в обороне Сталинграда. И данные об этом сохранились в архиве. А перед тем, как приступать к написанию картин, пришлось проделать большую исследовательскую работу. Перед тем, как я начинала искать вообще тему, что писать, обращался действительно к своей истории, к своей семье. То есть я посмотрела дедушку, его путь. Мы, кстати, заказали в архиве военном, именно вот его, он так называется, путь боевой славы. И там действительно нам прислали официальные документы, вот весь его путь. И я тоже это несколько раз прочитывала, смотрела, анализировала. Какая форма была действительно, какое окружение тогда было. Выставка доступна всем гостям библиотеки имени Горького на четвертом этаже. Вход свободный. Ксения Колоскова, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1». 2023 год прошел в Волгограде области под знаком юбилея нашего прославленного земляка, известного всей стране писателя Бориса Петровича Якимова. Фестиваль «Живая душа России», посвященный 85-летию литератора, стал действительно всероссийским. Творчество Бориса Петровича знают и любят и взрослые дети во всех уголках страны. Творчество Бориса Петровича, оно такая синергетика художественного слова, любви к родному краю, любви к людям, которые живут на этой земле. Синергетика с той правдой жизни, которую он несет в своем творчестве, с теми ценностями хорошо и плохо, которые он дает всегда. Итоги фестиваля подвели на площадке Волгоградской областной научной библиотеки имени Горького. Благодарственные письма и грамоты получили руководители учреждений культуры и образования, педагоги и школьники. Все, кто принимал активное участие в фестивале и помогал жителям нашей страны, открыли для себя произведения Бориса Якимова. Почетную награду получил и телеканал «Волгоград-1» за телемарафон с днем рождения, дорогой Борис Петрович. К слову, Борис Петрович, несмотря на почтенный возраст, продолжает активно публиковаться. К его юбилею вышел сборник произведений «К тёплому морю», публиковавшийся также в журнале «Отчий край». Сегодня он наш, один из самых значимых, ценных авторов. Поэтому, конечно, для нас важно, что его проза продолжает публиковаться на строительстве журнала. Все произведения, которые сегодня вошли в книгу «К тёплому морю», новые книги писателя «Высшегося к юбилею», они публиковались на страницах «Отчего края». Творчество Бориса Петровича Якимова также имеет большое значение для подрастающего поколения. Активную работу в этом направлении проводит лицей номер 5 имени Юрия Гагарина. И дружба учебного заведения с писателем длится уже не первый год. Он любит педагогов. Он всегда говорит, кто же еще донесет произведения литератора, вот как положено, до детей, до их сердец, достучиться до их душ. Конечно же, педагог. Поэтому в его одном рассказе есть образ педагога, он в шляпе. А Борис Петрович говорит, я всегда шляпу снимаю перед педагогом. В Волгограде запущены новые эскалаторы, располагающиеся на станции скоростного трамвая «Комсомольская» и площадь Ленина. Четыре устройства уже обслуживают пассажиров в штатном режиме. Эскалаторы практически бесшумные и оборудованы системой энергосбережения. Игорь Ичмнев, при поддержке пресс-службы администрации Волгограда, телеканал «Волгоград-1». Жильцы дома по улице Поддубного, 22 Краснооктябрьского района Волгограда просто в отчаянии. Уже на протяжении нескольких последних лет подвалы подъездов затоплены нечистотами. Местная управляющая компания просто игнорирует масштабную проблему. Люди купаются, ходят в туалет. Все это смывается просто в подвал. Не уходит ни в канализацию, ни что. Звоним диспетчеру, управляющей компанией «Квартал». Просто тупо сбрасывают трубки и все. Приезжают, ну раз в неделю почистят. Вода течет каждый день у нас. Уже там несколько тонн воды, наверное. Просто бездействие. Дом был построен в 1969 году. Естественно, инженерные сети со временем пришли в негодность. А менять трубы никто не спешит. Естественно, мы предпринимали меры в связи с тем, что запахи фекалий и всего прочего распространяются по всему подъезду, по вентиляции. Стоит невыносимый запах уже в квартирах. Естественно, мы стали обращаться для того, чтобы управляющая компания предприняла хоть какие-то меры. На сегодняшний день все это длится вот фактически с моим участием с ноября месяца. То есть были обращения в Роспотребнадзор, в прокуратуру, происходят отписки. Помимо невыносимого запаха в подъездах и квартирах, жильцы дома страдают от вредных насекомых. У людей появляются аллергии, различные заболевания. В отдельных подъездах просто нет форточек. Также присутствует постоянная влажность из-за испарений, исходящих из подвалов. Вода уходит по дом, что приводит к его постепенному подтоплению. Жильцы требуют замены инженерных сетей. Игорь Ичмев, Илья Китаев, телеканал Волгоград1. В очередном матче Суперлиги Волгоградский каустик встречался в гостях с Зенитом из Санкт-Петербурга. Химики подходили к этому матчу в приподнятом настроении, так как туром ранее одолели Омский Скиф. Понятно, что Зенит выглядел фаворитом встречи. В первом тайме хозяевы площадки полностью оправдывали свой статус. Каустик постоянно был вынужден лишь догонять Зенит по счету. Однако в середине первой половины игры наметился перелом. Волгоградцы поверили в то, что им по силам победить. Во втором тайме пошла уже равная игра. Решающую роль здесь уже играли ошибки, которые допустят коллективы. В итоге буквально на зубах каустик сумел совершить чудо, одолев более сильного по классу соперника. 34-39. Неожиданная победа химиков. С командой Питера, наверное, больше какой-то элемент неожиданности получился. Честно говоря, мы сами не ожидали, что у нас многое из того, что сегодня получилось, получится. Так что Питер более сильная мастеровитая команда. Но сегодня, видимо, был наш день. Ребята у меня молодые в основном. Я от них требую, несмотря на счет, выполнять всегда установку тренера. Эту установку проста и держать высокий темп. Мы этот свой темп держали. В следующем матче у каустика есть шанс продолжить свою победную серию. У себя дома химики будут принимать уфимский Акбузат. Игорь Ищемнев, телеканал «Волгоград-1». В городичинском районе полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Установлено, что 54-летний мужчина в ходе конфликта со своей матерью толкнул ее, в результате чего она упала и получила травмы и переломы. 80-летняя женщина была доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело. Полицейские обеспечивают безопасность жителей региона во время празднования Крещения Господня. Сотрудники несут службу в храмах, церквях и приходах, а также в организованных местах омовения. Экипажи ДПС несут службу по предотвращению административных правонарушений. Сотрудники полиции продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий до их завершения. Оперативники уголовного розыска во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ задержали подозреваемого в совершении мошенничеств в отношении пенсионеров. По имеющейся информации, 34-летний волжанин собирал деньги и переводил их на счета кураторов, которые обзванивали пенсионеров и сообщали о дорожно-транспортных происшествиях с участием родственников. Установлено, что злоумышленник за один день получил и перевел 280 тысяч рублей похищенных у двоих пожилых людей. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. За минувшие сутки несколько жителей региона поверили мошенникам и лишились своих сбережений. Волгоградец перевел полмиллиона рублей после общения с неизвестным, который предложил обезопасить деньги от несанкционированного списания и перевести их на безопасный счет. А в Камышине неработающая местная жительница в попытке получить прибыль от покупки ценных бумаг перечислила лжеброкерам более 800 тысяч рублей, но обещанной удвоенной суммы так и не дождалась. Уважаемые граждане, будьте бдительны, не верьте подобным звонкам и предложениям, не спешите переводить свои деньги неизвестным. Прогноз «Побода» представляет сеть магазинов «Волгоградский пуховый платок». Уютная одежда для комфортной зимы. Волгоградский пуховый платок. Теплые подарки для вас и ваших близких. Волгоград. Рабочий крестьянская 9 и советская 17. Волжский. ТРК. Волгомол. Сегодня ночью и завтра днем по области Волгограда пасмурно. В течение дня небольшой дождь. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, днем плюс 5 градусов. Волгоградский пуховый платок.